всем доброе утро мы идем с Ванюшей и с Марины в садик сегодня я одна пошла без света потому что она говорит у нее не высохли джинсы а она в других штанах и не хочет поэтому я сегодня одна даже невероятно всегда раньше мамы вставали а сегодня никак они вставать не хотят Мариночка идет и Ванюшенька едет на велике потом вам расскажу что у нас вчера происходило потому что мы вчера все внепланово выходной сделали ничего не снимала честное слово вообще ничего не снимала ладно идем в садик потом приду домой и все вам расскажу так что оставайтесь с нами всем желаю хорошего дня и хорошего настроения дорогие друзья я на кухне готовлю кушать забыла просто камеры включить вообще уже обещала вам рассказать что у нас вчера произошло нас вчера пытались отравить собаку тайсона ему видать что-то бросили потому что я вечером сидела монтировала видео забегает старший сын Ильюша говорит мама там тайсону плохо у него умирает и говорит у него пена изо рта я бегом бросила все какой нафиг монтаж побежала бегом к тайсону подбегаю у него идет пена изо рта так да и нужно делать и он встать на ноги не может он падает просто на все на что я начинаю делать кричу детям бегом молоко греть ему они ему литр молока разогрели принца я в это время его теребировала старалась рот что-то открыть все это но слава богу тут фу тайсон все в порядке кто это сделал я не знаю ребята это уже не первая попытка отравить собаку вам вот я вот понять не могут у кого такие руки длинны он что мешает кому-то или чего он у нас за ограду даже не выходит знаете вот я вообще не понимаю людей ну да он тяпкой да он на нашей территории прыгает на забор когда люди проходят но он же просто он прыгает на забор смотрит собаки там но они на забором больше на будку прыгает и вот так лапами на забор встает я не понимаю кому помешал что его пытались и дети вчера перепугались очень сильно всей вообще все перепугались отпоила все в порядке потом активированный уголь еще ему давала все хорошо у него сегодня он веселый бодрый довольный я ночью переживала вставала ночью ходила смотрела его в порядке он или нет потому что ну кто его знает но отравление же все таки поэтому я ходила его ночью проверяла пришла проверила опять дала ему немножко молочка и активированный уголь вроде все в порядке стало сегодня с утра уже ему немножко кушать выносила сейчас попозже еще вынесем вроде веселый энергичный бегает вот обидно узнай кто это сделал если не дай бог я узнаю напишу заявление в милицию по поводу того что пытались отравить собаку это вообще я даже не телефон не схватила ничего у меня даже мысли не было вот что-то заснять найти вот многие скажи надо было заснять ну ребят найти в этот момент спасали собаку они снимали все стояли я прям в чем была в том выскочила уже прохладно было на улице ну все нормально тайсон жив с ним хорошо вчера наревелись немножко даже ну вроде все нормально по поводу ремонта многие спрашивают насти когда теперь ремонт ребята брус у нас свежий брус не сухой поэтому нам надо его выдержать неделю может быть полторы чё там уж чтобы он немножко подсох вы извините меня просто слезы идут то что лук резала он сейчас немножко подсохнет и мы его потом будем уже менять да ребята я вчера съездила купила линолеум вчера сразу говорю я ничего не снимала я решила дать себе выходной подел по заниматься своими делами без камеры вообще вот знаете вот не хотелось ничего снимать и поэтому вот я вчера занимался и делами я съездила купила брус я купила клей пачку для обоев купила кисточку вчера мы еще со света измерили большой зал у мальчиков комнату и мою комнату измерили чтобы туда тоже линолеум надо прикупить потом чё еще дальше дела не делали а вещи перебирали я снимала на фотоаппарат расхламовку вот это все раз как сказать там сказать даже не знаю как ну короче все вот это вот то что я перебирала и что выкидываю все это буду пробовать смонтировать на компьютере поэтому когда это видео выйдет я не знаю ребят как смонтирую ну вот на ноутбуке буду пробовать пока еще не садилась честно пока не садилась за него еще времени вообще нету сейчас сесть и пока поэтому потом сяду все попробую монтажить и посмотрю чё получится дальше 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 даже не знаю что вам рассказать что вчера вроде больше ничего такого грандиозного не произошло но вот купила линолеум и чуть у нас тайсон не погиб но слава богу тут все обошлось в этом я довольна сейчас сварю суп с рисом косточку уже наверно минут 40 варится пускай еще поварится картошку мы уже нарезали все нарезали все у нас уже готово знай вари ладно ребят я приготовлю и вернусь к вам так ребят хотела показать вам линолеум вот такой вот он вот этот вот у нас в зал идет потому что он выше видите вот так вот а этот вот у нас идет в коридор расцветка одинаково вот за эти два рулона можно так сказать да у меня вышло линолеума на 5 100 почти поэтому вот такие вот дела вот такой расцветку мы взяли чтобы кухня с коридором одинакового цвета были я почему-то так захотела там выбор был конечно разные можно было взять но вот посчитали что-то мы там решила такой взять съездила с родственником влад как раз на работе был съездила и купила дорогие друзья найти вот у меня еще поражает некоторые комментарии мне пишут не ну не поражает даже больше хочу ответить на этот комментарий настя почему всем вот этим стройматериалами занимаешься ты а не твой муж вот брус я ездила заказывал я ездил оплачивал я встречала машину я все это делала и вот так же линолеум съездила я купила я привезла все сделала я по сути говоря так же и с окнами но дорогие друзья вы сами поймите что даже не смешно но просто муж он восемь утра уходит восемь в девятом часу вечера приходит его дома целый день нет вот как он может сорваться идти делать что-то поэтому приходится мне все делать как говорится я и баба и мужик все в одном месте вот ничего не поделаешь ребят мне принципе это даже в радость для меня это найти такую энергию как будто поддает мне это даже в радость то что я покупаю все для ремонта я знаю а я это купила значит я вот это вот поменяю знать что у меня вот это все изменится это будет в лучшую сторону меня это даже какой-то азарт адреналина как говорится поэтому будем надеяться все будет хорошо на днях еще поеду наверно за линолеумом потом многие спрашивали сколько у вас вот вы кого нанимаете там вставлять вам окна брус менять сколько вы им будете платить но вот пока договорились что по 5 тысяч на человека их будет двое плюс у меня муж если будет дома будет он помогать но он все равно наверно будет дома получается 10 тысяч на двоих но это пока а там потом видно будет но по сравнению если бы я окна вставляла через компанию вышло бы почти 100 тысяч а так и заплатила 55 поэтому я на остальные деньги хочу заказать железо на крыше чтобы поменять закажу железо и вот линолеум если у меня еще хватит денег то линолеум купить в остальные три комнаты получается в зал и в две маленькие комнаты не знаю говорила я вам или нет но на всякий случай повторюсь еще раз кухня у меня приехала и у меня должно еще приехать стол я заказала стол с рисунком лайма и льда и к нему заказала еще три табуретки оно должно тоже приехать все уже оплачено все уже куда я планирую стоит на кухню я не хочу чтобы больше у меня стоял стол в зале я хочу чтобы она стояла на кухне чтобы можно было кушать на кухне по поводу холодильника многие писали насти купи холодильник следующий месяц ребята если у меня получится то что я запланировала то я куплю но в этом месяце мне бы чтобы у меня хватило на стройматериала потому что сейчас железо я не знаю сколько у меня еще выйдет мне надо еще пену покупать чтобы окна вставлять и вот поэтому очень сильно переживаю а там уже буду по мере возможности своих смотреть на что хватит у меня стройматериала денег на стройматериала то и буду покупать по мере возможности по мере поступления сил будем все это делать не получится за раз весь ремонт сделать в доме будем постепенно после я знаю что у меня за раз это не получится просто и финансово и физически я одна с этим не справлюсь потому что муж постоянно на работе это силы тоже надо как говорится да и времени особо не сделаешь она не мать кого-то у меня тоже не смогу нанять сами поймите в целом в целом в целом целом в целом ладно буду готовить потом вам все покажу мы еще сегодня с вами увидимся поболтаем поговорим так что оставайтесь с нами всем желаю хорошего дня хорошего настроения ребята у нас уже вечер и я сходила уже в садик и пришла дома я покажу что купила ничего не снимал потому что сейчас ближайшие 3-4 дня у меня самочувствие будет не очень поэтому прошу извинения но это нормальное состояние для женщины у меня пластиковый дуршлаг зеленый видите висит я зашла в хозяйственный магазин и купила себе вот такой дуршлаг куда удобнее потому что держать постоянно некому детей не допросишься решила взять наклейку вот это вот фирма не знаю будет нормально или нет посмотрим наклейки потом оторву и взяла корзинку вот такую вот для того чтобы дети когда придут с садика пришли и положили свои кепочки чтоб мне потом не искаться где их не на кепочке ехи на шапочку и вот такую корзинку взяла она недорогая на 8 литров в коридор так поставить резины туда шарфики кепочки ложить за что потом зашла магазин так это я показывать не буду мы хотим сегодня опять делать шоуру му ванечка прибежал купила вот такой вот сыр кусочек российский потом зашла 2 литр молока сейчас мама ягодки даст купила разный виноград он у нас всю в одну стоимость по 150 рублей взяла и зеленый и красный на пробу посмотрим какой сладкий нынче это первый раз берем виноград за летом потом сделать персики два разных вида вот эти вот красный желтый и два нектарина для шаурмы взяла помидорок и огурчики вот такие вот все у меня покупки надо еще наверное за хлебом у нас хлеба нет еще за хлебом надо идти до мухи да тебе ягодки помыть бушку же да ну все иди и прибирай игрушки мама сейчас ягодки те помоют а потом схожу за хлебушка целом надо еще хлеба купить хлеба нет я думала есть оказывается сели сегодня уже две булки брала нам не хватило ладно дорогие друзья сейчас схожу магазин хлеб возьму и потом будем с вами готовить шаурму дорогие друзья обжариваем мясо для шаурмички сейчас вода вся уйдет потом она немножко подрумянится и будет самое то да многие скажут очень крупно нарезанную я потом на дощечке еще и подрублю и будет нормально пока у меня жарится мяско я уже почистила огурчики и шинкую все понемножку сейчас сделаем шаурму дети ничего путем есть не хотят суп есть но они его не хотят просят шаурму сделать поэтому делаем и будем это девочки уборкой занимаются а я готовлю шаурмичку и потом может быть коим-нибудь вечером кино включим посмотрим интересное последнее время у нас так устало почему-то мы стали по вечерям все вместе сидеть и смотреть телевизор раньше у нас такого не было последнее время одно нашли которое интересно всем и вот смотрят все семьи даже ванечка маленький сидит и тоже смотрит бывает но он правда редко он больше за компьютером мультики смотрит и многие спрашивают почему вы редко стали снимать детей но дорогие друзья потому что после некоторых комментариев дети не не хотят больше сниматься когда у них есть желание снимаю когда нет у них желание я не могу их снимать без их согласия поэтому вот так вот но это не расстраивает меня скоро будет ремонт и пойдет все у нас я очень надеюсь что у нас все будет хорошо и мы все это быстро сделаем не сегодня вообще света предлагала мама давай пока говорит ремонт делает отдельно квартиру где-нибудь с ней мы поживем я грунт за квартиру тоже платить надо ты чё думала бесплатно кто-то тебя пустит не и а у нас сейчас каждая копейка на счету для того чтобы сделать ремонт каждая копейка на счету поэтому об этом даже речи не может быть скоро у нас будет закупка кашколи одежды так что оставайтесь с нами смотрите наши видео и подписывайтесь на наш канал у нас будет много интересных влогов я очень надеюсь что для вас они будут интересно ладно сейчас я все нашинкую потом вам все это покажу так что вы далеко не уходить ребята я все еще делаю начинку для шаурмы пожарила курицу овощи все нарезали и мне в комментариях написали настя попробуй добавить яйцо я отварила яички и сейчас перетираю сюда в начинку мы решили всю начинку просто вместе все смешать и так начинять сейчас мама сделает ну иди арбуз кушай мы арбуз купили ребятки кушают арбуз тебе яичко надо на и вот сейчас делаю все и просто начиним так и мясо копченое мы сюда уже положили и курочку жареную огурцы помидоры морковку корейскую и яйцо и сыр два вида у нас кать хватит сыр есть и у сейчас все приготовим и покажу как будет цветом начинка яйцо мы тоже перемешаем все вместе здесь и сыр тоже сразу все перемешаем мы решили так сделать но каждый по-своему делает мы так делаем и потом обжаривать буду на сковородочке чего ты мне тут мешаешься ходишь виноград ребята поели виноград сегодня не сладкий был мне не очень понравился он кислый был и очень много гнилого попадалось идет смотря это какой продавец бывает продавец хорошая она выберите хорошие кисточки винограда а бывает продавец такой которым пофиг он все подряд ложит так подожди пока все пускай арбуз поедят потом а творог чё не доели вот такие вот едики ничего путем есть не хотят творог не доели на елися вы как бога они как бы наелись сегодня влог такой будет чисто говорилка моя чистая разговариваю все вам дорогие друзья сейчас приготовлю все и покажу вам ребята сделала начинку меня целый тазик начинки получилось также сделала вот такой вот соус сейчас будем у меня здесь все ребята перемешаны курицы копченая курица жареная морковка огурцы помидоры капуста и яйцо и сыр все в одном тазике смешала так будет удобней и вот у меня весь лаваш 7 штук здесь у меня вроде бы так 2467 туда сейчас буду делать шаурму пожарю и покажу вам сколько и чего у меня получилось так что всем кто кушает всем заранее приятного аппетита ну а я буду готовить так дорогие мои наделала шаурму меня получилось 21 штука 3 уже поставила жарить немножко остался соус и очень много осталось начинки ну начинка у меня дети так съедят они очень любят такую начинку кушать вместо салатика ладно жарим шаурму дорогие друзья нажарила больше половины но ребята уже растащили все кушают вот так вот мы их обжариваем и слаживаем сразу по пакетикам очень вкусно все кто кушает всем приятного аппетита но мы пошли кушать хотя тут еще мне жарить у гу-гу один видите уже сломался но сейчас я его аккуратно как-то положу и сделаю вот в целом жарим уже штук десять больше наверно даже забрали уже ладно жарим все дорогие мои нажарила все наелись и уже еще вот столько вот осталось на завтра наверно не знаю но как дети решат я пробовала мне очень понравилось спасибо большое что подсказали еще положить яйцо мне с яйцом понравилось больше да хотя это светина кружка вот такой вот он внутри и вот так вот обжарен очень вкусный все кто кушает всем приятного аппетита я не буду сейчас на камеру есть потому что многим это не понравится хочу сказать спасибо за ваши советы я постаралась учесть некоторые советы и хочу сказать вот такой сегодня был влог в основном вы видели меня потому что после некоторые комментарии дети не очень хотят сниматься вам скажу спасибо большое что остаетесь с нами спасибо что пишите ваши комментарии даже некоторые бывает не лезвие но все равно спасибо всем скажу пока пока